Всех приветствую! Сегодня у нас за кошком снег идет, а у меня распаковка. Начну с маленькой посылки. Кстати, мне очень пришли нужные товары на этот раз, кроме вот этих больших. Это переходник для ниппеля. Это не особо интересные, что для велосипеда. Интересные будут посылки, которые внизу. Так, это замочки для цепи. Тоже довольно необходимая вещь. Здесь колышки. Колышки для палатки. Они у меня закончились и потерялись. У меня есть медные, но они тяжелые. Вот такие колышки. Покупал, если не ошибаюсь, их на Zoom. Острые. Легко вытаскиваться будут. С одной стороны хорошо, что острые будут заходить легко в зиму, но с другой стороны они будут все царапать. И мы переходим к большим посылкам. Вот здесь у меня беспроводные наушники. Сейчас их быстренько раскрою. Достал я из основной коробки. Так они коробочки продавались. Не помню, по какому принципу я их выбирал. Тут какие-то марки. М9-17, 9-19, 9-11. Не знаю, что это. Но ссылка дам на ничего по цене. Они довольно-таки недорогие, но по отзывам они довольно хорошие. Здесь сразу у нас вырился пакетик. Пакетики у нас. Сразу вижу кабель для зарядки. И вот эти штучки. Для ушей. Одна упала. У нас все с этой стороны оказывается. Коробочка. Для зарядки. Зеркальная. Сами наушники. Тут еще и фонарик зачем-то есть. Пленка. Можно снять. С этого зеркала. Зачем зеркало? Пока не разобрал. Сейчас немножко разберусь. Наушники. Вот такие. Кстати, вот одна из них. наушники мигала. Не знаю, что я нажал. Как они включаются, пока я еще не в курсе. Но в уши вставил, вроде держится нормально. Сейчас попробую их. Если их положить в коробочку. Для зарядки. О, кстати. Опа. Смотрите. Для каждого. Уха. Свой индикатор. 84% зарядки. Левый, правый показывает. Тут зеркальце. А, кстати. Вот здесь тоже показано. Я пробую сконнектиться. И расскажу, что почему. Первый раз сталкиваюсь с такими наушниками. Ну, у меня довольно таки неплохо. Вот такие характеристики. 4-6 часов ожидания. Музык. Можно слушать 2 часа, что ли. И разговаривать. Попробовал я сейчас поговорить по ним. Вполне. И звук хороший. И собеседни меня слышат. Вот это описание. Можете перевести. Довольно красиво выглядят. Вот это, которое зеркало. Когда муж смотрится. Тут оно еще отображает. Общий заряд. Вот это штуковина. Заряд каждого уха. Кстати, можно слушать по очереди. Сначала с одним ухом. Потом с другим. Не знаю, работает так это или нет. Думаю, работает. Там, где палец нарисован. Тут можно регулировать громкость. Приключать треки. Удерживаю. Но я не разобрался. Есть описание. Ссылку на этот продукт дам. Пускай заряжается. И следующее наконец-то до меня дошло. Это дисковые тормоза. Кстати, они пришли и доставили их курьером. Очень и очень быстро. А наконец дошли. Говорю, потому что я их долго выбирал, прежде чем заказать. Открыл коробку. Довольно таки хорошо упакованы. Сразу достаем диски. Ай. Тут пыльшки. Первым делом у нас есть. Но диски мне пока не нужны. У меня они есть. Поэтому я их положу. Ведь я неудовольно увесил. Дальше, чтобы у нас умеется. Ну, сколько обещали, они должны быть облегчённые. Упруга. Классно. Шимоно, как и обещали, шимоно. На первый взгляд всё очень и очень качественно выглядит. Это, кажется, задний и передний. Полный комплект. Переходники для переда и зада. И булочки. Всё. На днях буду устанавливать. Такая распаковка не получилась. Как обычно. В большинстве с моего велосипеда походные. Плюс наушники. Тут, если можно, снять. Снимаю я пленку, зачем она нужна. Всё. Такая заряжается. Я очень密а. Да. Все пленки. Там была первая карпания. Встречащита с яйцом свечом. Смешнami irregular все, что мне так понравилось. Такая ayuda Youtuber disabilities. Встречащина со своей цели. Продолжение следует...